друзья всем привет я рад вас приветствовать на проекте школа маляров мы продолжаем снимать видео для нашего проекта и сегодня я рад вам представить новую рубрику новый плейлист который будет называться материаловедение если кто-то обращал внимание то на канале существует уже несколько плейлистов основной школа маляров в котором уже более 20 выпусков он посвящен именно технологиям производства работ есть также плейлисты ответы на вопросы и инструменталка также недавно добавил я плейлист который называется вверх таги это о моей поездки в германию феврале 19 года на выставку к нам вверх таги и сейчас я добавляю еще один плейлист как вы понимаете из названия это будет плейлист о том какие материалы мы используем в работе как правильно их применять что за материалы каких особенностей и прочее и сегодняшний выпуск 1 мы начнем с разбора полимерных шпаклевок и это будет именно сухие полимерные шпаклевки особенностях их применения о том какие сильные и слабые стороны мы сегодня и поговорим поехали но прежде чем переходить к теме полимерных шпаклевок особенность сухих шпаклевок я бы хотел для начала обсудить тему какие виды вообще шпаклевок существуют на рынке всего их три три основных типа шпаклевок различаются они по типу вяжущего и первые которые хотел бы осветить это цементные шпаклевки цементные шпаклевки они идут на основе цемента белого или серого используется в основном в влажных помещениях или на фасадах в мокрых зонах или на фасадах обусловлено это тем что цементные шпаклевки они обладают самой высокой степенью влагостойкости среди материалов все очень просто идут они всегда в сухом виде это очень важный момент потому что многие спрашивают там глядя на банку со шпаклевкой готовой шпаклевкой многие спрашивают она какая гипсово-лицементная запомните гипсовые цементные шпаклевки идут всегда только в мешках в сухом виде следующий тип как я уже упомянул это гипсовые шпаклевки гипсовые шпаклевки у нас идут как вы понимаете на основе гипса используются они внутри помещений обладают рядом свойств которых выгодно выделяют допустим на фоне полимерных шпаклевок и главное свойство это способность держать своя сразу забегу вперед не буду конечно влазить в тему гипса шпаклевок то с темы следующих выпусков но скажу сразу что не надо путать способность шпаклевки усаживаться пока она не схватилась с способностью шпаклевки не усаживается когда она уже схватилась то есть если мы сравниваем гипсовые шпаклевки и полимерные шпаклевки то полимерная шпаклевка пока она сырая на все время будет садиться гипсовая шпаклевка после схватывания даже если она сырая она больше усадки не дает как и цементная собственно это их главное отличие от полимерных шпаклевок также на основе гипсовых шпаклевок делаются специальные армирующие составы допустим самый известный это фуген у них вот который используется для заделки стыков гипсокартона есть всевозможные составы которые клеевые это тот же допустим перл фикс и тот же фуген в тонком слое для наклейки листов гипсокартона на стены но основное все-таки применение это выравнивание в этом они очень сильны держать слой и собственно говоря это их преимущество и последний тип шпаклевок это полимерные шпаклевки полимерные шпаклевки они идут на полимерном вяжущем если коротко это некая полимерная дисперсия которая обладает некими клеевыми свойствами условно говоря там представьте той же там раствор пва в котором просто находится некая взвесь из-за частиц наполнителя то есть это очень упрощенное понимание полимерной шпаклевки но принцип тот же самый то есть вода уходит испаряется полимерные частицы склеиваются и соответственно шпаклевка набирает прочность таким образом то есть до полного высыхания шпаклевки полимерные она прочности не имеет многие полимерные шпаклевки они идут на комплексных полимерных вяжущих там очень много компонентов ходит в их состав то есть сказать что они только идут на основе там пва сейчас это ну будет далеко от правды то есть очень серьезный там идут начинка полимерная и их основное преимущество и назначение это финиш это финиш где они имеют стопроцентное преимущество перед многими другими шпаклевками и сегодня я бы хотел поговорить о полимерных шпаклевках но не просто полимера шпаклевках а именно сухих полимер шпаклевка дело в том что самый распространенный вид полимерных шпаклевок это конечно готовые пасты то есть вот здесь они уже готовы и то есть если мы говорим о цементных и гипсов вспоминаем что они бывают только в мешках и готово вид них не бывает то в случае именно полимера шпаклевок, они чаще всего идут в готовом виде, в банках. И сегодня я бы хотел поговорить еще об одном виде полимерных шпаклевок, которые идут в сухом виде, в мешках и имеют ряд особенностей применения и ряд особенностей, скажем так, в назначении этих шпаклевок. И сегодняшний разбор сухих шпаклевок я бы хотел сделать на основе продукта канал Полимер Финиш. Итак, прежде чем приступать к работе с материалом, давайте посмотрим какие у него характеристики. Первый значок означает у нас, что он применяется внутри помещений. Второй это качество поверхности, которого можно достичь применения этого материала К3. Третий значок это у нас толщины, в которых работает материал от 0,2 миллиметра до 4 миллиметров ручного нанесения, механизированное, причем обращаю внимание, что механизировано именно ПФТ ритма. Означает, что этот материал применяется для штукатурных станций и машин, именно шнековых, которые сами замешивают его в пасту. То есть там идет смешение с водой и замешивают в пасту. Так, следующий значок означает, что он не используется для армирования стыков. С армирующей лентой не используется. Потом она значит, диапазон температур от плюс 10 до плюс 30 используется. Срок хранения 18 месяцев, ну и значок эко. Дальше очень важное примечание. Время жизнеспособности смеси составляет 24 часа после замешивания. При хранении в закрытой емкости при температуре ниже 10 градусов смесь можно использовать в течение 72 часов. Очень важный момент. Мы на нем остановимся и кое-что прокомментируем. Итак, здесь я бы хотел сделать очень важное примечание касательно времени использования материала. 24-72 часа было заявлено. От чего зависит этот срок? Этот срок зависит банально порой от чистоты воды, которая применяется для затворения. Потому что грязная какая-то вода это источник микроорганизмов, которые просто принесут плесень какие-то, плесневелые грибки и прочий материал. Все это почернеет, заплесневеет и прочее. Поэтому чем чище вода, тем дольше живет материал. Это первый момент, который я хотел заметить. И второй момент, который надо отметить, это то, что материал будет, чем дольше он стоит, тем больше он будет густеть. Кстати, при работе с пастообразными продуктами обращайте внимание, на дату выпуска. Чем больше материал стоял со времени выпуска, тем более густым он становится. Это связано с определенной реологией продукта, когда вода со временем все больше и больше обволакивает частицы наполнителя. То есть сразу она не может этого сделать, даже если мы хорошо перемешиваем. Но со временем она потихоньку-потихоньку-потихоньку обволакивает частицу наполнителя. Обычно это мука мрамора или известняковая мука. И во времени, пока материал стоит, он потихоньку-потихоньку обволакивает. И таким образом уходит из пространства между частицами. Подвижность материала у нас сокращается иметь это ввиду на сухих материалах это еще более очевидно то есть первые там несколько часов это один продукт через несколько часов другой продукт поэтому принципе вам через сутки как минимум придет скорее всего долить воды чтобы консистенция раствора стала опять кремообразной более удобного рима если вам работать на финише поэтому не пугайтесь учитывайте это это обычная вещь для таких материалов а а а и а и 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 так и завершали материал сейчас он у нас такой густой консистенции специально таким сделали для того чтобы выровнять неровности вот здесь уже пройден первый слой сейчас пересет ничего не видно но участок хорошо уже быть видно мы уже протянули этим материалом первый слой и вот я правилом чуть-чуть позбревал какие-то неровности выступы вот здесь у нас под светом что-то видно то есть ребята делали выравнивание то есть материал он в своей густой фазе когда мы его замешали густо он позволяет нам эффективно выравнивать перепады здесь просто был наклеен стекло холст потом выяснилось что все кривое нужно выравнивать только после опять снова клеить холст там где-то требуется и гипсовый материал уже на выравнивание в таких слоях он не годится по любому полимерному основанию поэтому мы просто замешали материал полимер финиш и вот такой густой густым густым составом прошли раз вот здесь раз здесь раз сейчас мы нанесем второй раз и потом этот же материал мы разбавим и на другом основании попробуем пройти использовать его как финиш и пройдем к финишу что самое главное надо знать при работе с таким вот густым составом его нельзя просто переносить на стену и распределять тем же правильным или там большими какими-то шпателями предварительно не втереть его поверхность почему потому что материал у нас имеет скажем так плохую адгезию через материал давления такого инструмента допустим как правило как больших шпателя но не передается и у нас материал может просто не приклеиться к поверхности поэтому не жалейте силы времени и просто первую контактную зону создавать его втираем материал именно таким вот способом это вроде бы долго позволяет в итоге сэкономить кучу времени на том что потом у нас не будет узреть у нас не будет каких-то там опять же отслоение материала на полимерке конечно редко бывает но тем не менее вот вообще это общее правило когда мы выравниваем правилам мы обязательно шпаклевку затираем поверхность затираем пиво именно густую когда мы наносим вручным способом это необходимо делать высоко классическое классическое вся техника работает штукатурное строил никаких тонкостей особых нет перераспределяем снимаем мишку и на верх вверх 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и сразу почищаем примыкание, чтобы впоследствии их не шкурить, не почищать. Такое вот легкое движение по диагонали шпателя, чтобы создавать отвал в сторону. И у нас отходит лишний материал наружу от угла. Вот такая вот получилась у нас стеночка, очень приятная, нарядная. То есть если мы сейчас просто проведем поближе, посмотрим вот. То есть у нас в принципе вот для базового уровня такая очень хорошая стеночка получилась. Сейчас она подтянется, подстанет, и завтра в принципе ее можно будет уже проходить финиш. Ну а сейчас мы пойдем посмотрим, как материал работает на, скажем так, финише, именно в финишном состоянии. Итак, мы отработали материал по базе, то есть он у нас был густой. Сейчас мы этот же материал, мы его чуть-чуть добавляем воды, домешиваем и превращаем, скажем так, в финишный продукт. Теперь давайте посмотрим стену, которую мы будем отрабатывать. Здесь у нас была нанесена база, подровняли уже материал. Видно, какие есть неровности, и сейчас мы по ней поработаем финишем, уже составом финиш, и соответственно посмотрим, что получится. Итак, мы работаем сейчас по финишу, материал, как вы видите, он уже такой более жиденький, я его просто накидываю в лампочку. Вот, и дальше я работаю своим любимым шпателем по поверхности. Домешу. Расправляем материалом. И снимаем. Сейчас, как вы видите, снимаем материал начистое, и не забываем про примыкание, не оставляем какие-то высокие, убираем сразу, чтобы потом не уменьшится лечитка с наждачкой. И здесь тоже. Сейчас материал подтянется чуть-чуть, и мы пройдем, сделаем то же самое, только в другом направлении. То есть я так называю принцип «рышевка», то есть мы всегда работаем в двух крестях. Прошли в другом направлении, закрываемся всегда в другом. Ждем, когда материал подтянется, и накидываем второй слой. Итак, мы прошли первый слой, сняли его вертикально, и теперь смотрим, что у нас получилось. То есть, все помнили, какая была стенка до, и вот после первого прохода она уже у нас, в принципе, имеет вот такой вот вид. Сейчас мы поперек этого слоя положим еще один слой, и, соответственно, посмотрим, что у нас получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, смотрим на стеночку. Вот у нас поверхность после двух проводок, не шкуренная, сырая. На самом деле, такого результата добиться достаточно тяжело, потому что шпаклевка обычно проваливается, садится полимерно, это ее минус, это ее особенность такая. Но почему я выбрал для обзора именно этот материал, потому что он сочетает в себе две функции. Базу, мы видели, как их пользоваться, заменьшал материал по гущим. И финиш. То есть, разбавить материал, дать его пожирше, мы можем вон носить, в принципе, втулки флориа, поработать, практически на сделку выделить. И, таким образом, одним продуктом мы сыграем две задачи. Сейчас у нас этот продукт дальше будет ошкуриваться, обрунтоваться, но, в принципе, поверхность, и достигается финишная. Буквально несколько операций. Не сложно, и, в принципе, результат, что называется, налицо. В принципе, на этом все. Вот обзор продукта, обзор его свойств. Далее мы будем говорить о примерах шпаклевок и готовых, мы будем говорить о кипсовых продуктах, мы будем говорить о цементных продуктах, разбирать нюансы. Сейчас я аккуратно подытожу то, что мы сказали сегодня в течение этого выпуска. И, в принципе, на этом будет все. А сейчас я хотел бы подвести небольшой итог к тому, что мы сегодня сделали. Первое. Первый тезис, который мы озвучили, что на рынке существует три вида шпаклевок. Это цемент, гипс и полимер. Цементные шпаклевки и гипсовые – это шпаклевки, которые всегда идут исключительно в сухом виде. В пастообразном состоянии их не бывает. Поэтому, если кто-то вам сказал, что это готовая цементная или гипсовая шпаклевка, не верьте. То есть, или чего-то люди не допонимают, или, возможно, вас обманывают. Поэтому в готовом виде идут только полимерные шпаклевки. Забегая вперед, скажу, что дальше мы будем разбирать, для чего и какая шпаклевка лучше подходит. Но сразу скажу, что цементные обладают наибольшей влагостойкостью. И они максимально подходят для мокрых помещений, для работы на фасадах. И они подходят идеально для подготовки стен под обои, плотные, тяжелые обои, например, на виниловой основе или фрески. Поскольку они не размокают от обойного клея совсем. Если мы берем гипс, то он уже менее влагостойкий. Но, тем не менее, он хорошо держит воду. И менее всего влагостойкими являются полимерные шпаклевки. Поэтому к ним надо очень осторожно относиться при подготовке стен под обои. Нужно очень хорошо грунтовать. Гипсовые шпаклевки это интерьерный продукт. Используется исключительно внутри помещений. И это хорошая база. С него трудно сделать, как из цемента, хороший финиш. Но база отличная. И, собственно говоря, полимеры. Полимеры бывают двух видов. Готовые и в сухом виде. Готовые шпаклевки вы все знаете. То есть это продается в банках, в ведрах. Готовые пастообразные продукты. Они очень распространены на рынке. Никаких проблем. Мы сегодня разобрали сухую шпаклевку. И я ее разобрал на примере полимер-финиша. Почему разобрал на примере полимер-финиша? Потому что полимерные шпаклевки, они чаще всего идут как база. И зачастую обладают такой специфичной крупной фракцией для того, чтобы при перемешивании материал не комковался. Потому что чем мельче фракция, тем тяжелее его перемешать без комочков. Я от этой проблемы ухожу, как вы видели, хорошим ветчиком. И самое главное, я начинаю замешивать материал очень густо. И густой материал перемешивается без комочков лучше. И потом я только добавляю в воду. И второй момент. Мне нравится в этом продукте соотношение его свойств. Он позволяет мне в густом варианте выравнивать. В пластичном состоянии, в таком кремообразном состоянии, он позволяет мне делать финиш. То есть я использую две его ипостаси и подбираю его для своих задач. И он для меня достаточно мелкий для того, чтобы создавать достаточно надежный хороший финиш класса К3. Поверхность класса К3 мы это видели на мешке. Это не К4, как, допустим, Ротбампаста профи. Но, тем не менее, это К3. Хорошая-хорошая К3. То есть обои, тонкий обои или там... Это хорошее-хорошее К3 или К3, да, по европейской классификации. Не К4, как Ротбампаста профи. Но это хороший финиш под, допустим, ту же окраску, текстурным валиком. Или, когда мы пылим два-три слоя скоростной пульта, да. Хорошими соками большими. Вот. Поэтому эти шпаклевки обладают вот таким вот свойством очень интересным. И позволяют работать в двух, скажем так, режимах. Пастообразные продукты, их можно только разбавлять, делать жижи, но гущим их сделать не можем. Поэтому я выбрал именно вот такой вот продукт сухой для того, чтобы начать с него эту серию по материаловедению. И еще один важный момент, почему я решил начать съемки именно с полимерных шпаклевок, тем более сухих. Это то, что мы снимали это видео сегодня на объекте, который попал в реставрацию. Есть область в малярных работах, которую я условно называю реставрационной маляркой. Возможно, вы никогда не слышали этого термина. Возможно, я вообще его произношу впервые. Но, тем не менее, эта область работ существует. Это то, где уже были сделаны работы или нужно переделать что-то. Там уже обычно есть полимер на стенах. Это краска, это обойный клей, это полимерная шпаклевка. И порой там нужно что-то выровнять. Выровнять, зашпаклевать, перешпаклевать, переделать, еще что-то. И там уже нельзя использовать по полимеру гипс. Потому что его использование, гипса и цемента, сопряжено с риском отсвоения потом этих слоев больших. Мы там можем использовать только полимерные шпаклевки. И в реставрационной малярке полимерка царствует полностью. То есть, это ее сфера. И я удивляюсь, почему большинство производителей не задумывается о том, что, собственно говоря, вотчина полимеров это как раз переделки, реставрационные и малярные работы. Огромный рынок, огромная сфера работы. И там властут именно полимерки. И очень важно подбирать продукт именно по такие задачи, когда нужно выровнять что-то, переделать. И там как раз вот такие сухие шпаклевки, которые мы сегодня смотрели, на примере полимер финиша, они как раз позволяют нам выполнять вот такие задачи. И выровнять слой, и дать финиш, собственно говоря, таким образом помогают нам выполнить наши задачи. На этом, собственно, все. Подписывайтесь на канал, если вы не подписались. Ставьте лайки, если считаете нужным. Задавайте вопросы в комментариях обязательно. В следующих выпусках мы посмотрим другие шпаклевки, как готовые пастообразные полимерные шпаклевки, так и рассмотрим гипсовые и цементные шпаклевки, посмотрим, скажем так, плюсы и минусы. Но на самом деле я считаю, что у продуктов не бывает плюсов и минусов. Бывают просто продукты под задачу и неправильно подобранные продукты. Поэтому задача профессионала разбираться в сильных слабых сторонах продукта. В следующих выпусках я хочу затронуть такую тему, как критерии оценки шпаклевок. Для того, чтобы мы могли понимать, как объективно мы можем оценить тот или иной продукт. Потому что сейчас оценка продукта заключается по большей части в терминах «нравится» и «не нравится». Но у нас есть определенные критерии, по которым мы можем четко и объективно рассмотреть любой продукт. И мы это будем делать в следующих выпусках. Я постараюсь это сделать как можно быстрее. На этом все. Надеюсь, что сегодняшнее видео было полезным. Всем удачи в работе. Успехов!